Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики. Всем привет, друзья! С вами я, Женёк, и мы продолжаем проходить Сталкер Тень Чернобыля, мод Последняя Надежда. И я решил всё-таки переиграть нахуй, потому что суть была в чём. Я, короче, проебал вообще, в принципе, всю игру, потому что меня никто не предупреждал, куда лезть можно, куда лезть нельзя. Я залез везде, где нельзя, по своей любопытности, и в итоге оказалось, что я нахуй всё проебал, что вообще можно было проебать. Решилось заново переигрывать, и мы, в принципе, сегодня, это последняя серия, я предполагаю, мы заканчиваем. Ну, насколько я понял из того, что мне писали, что, типа, всё, чуть-чуть осталось, давай заканчивай быстрее, заебал. В принципе, попробуем. Я уже, на самом деле, давно в этот мод не играл, я забыл, что тут было. Я решил спасти Толика. Сталкер как лагал, так и лагает, и это неудивительно. Да и хуй с ним. В принципе, я решил действительно спасти Толика, почему нет. Я попробую отвезти его на базу. Вполне возможно, что он дойдёт, что он будет жив, и всё будет зашибись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем-то, друзья, мы минут пять шли с Толяном до базы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Толик. Толик. Толик еболик. Только не говори мне, блядь, что ты реально не хочешь мне ничего отвечать. Слушай, я привёл Толика хотя бы... Толик со мной не разговаривает. Это я тебя что, просто так сюда пять минут вел, сука? А ты пидрила, блять. Ладно, хуй с ним, с Толиком. Просрали мы с вами Толика. Погнали к Зубу. С Зубом надо было поговорить, с Зубой я в прошлый раз приебал. Не отвали отсюда по-хорошему. Ага, обязательно. Так, мне надо дальше. А нельзя, но если очень хочется, то можно платить пятьсот. Ну, держи, удачной дороги, диггер. О, Штырь, ты по делу заглянул? Если по делу, то рассказывай. Да, по делу, слушай, Зуб, ты не замечал никакой подозрительной личности, гуляющей около восточного тоннеля? Подозрительной личности, говоришь? Дай-ка вспомнить. Вроде, кроме зомби никто тут не ходил. А, видели мы с ребятами по разу, как какой-то сталкер за железку через забор лазил. Может, это тот, кто тебе нужен? Только иди за железку, я тебе не советую. Не зря же мы тут проход охраняем. А почему не стоит туда идти? Тот, кто туда шел, не возвращался. Там много мутантов, оттуда веет таинственность. Не знаю. В любом случае, мне нужно проверить строение, что за железкой. Может, тот сталкер там? Нужно поискать незнакомца за железкой. Хм. Думаю, что он в кирпичном строении, что справа от дороги. Ну, пошли в кирпичное строение, что справа от дороги. Я попизжу отсюда вещей, потому что я и так, блять, потратил на этих уродов 500 рублей. Нужно хотя бы как-то, блять, бабки за проход убивать. Да хуй там чё-то бьёшь на 22 руглята. Вот оно, кирпичное строение. Я там немножко пошарился ещё слева, но там нет нихуя интересного. Вот оно, кирпичное строение, что справа от дороги. И чё тут должно быть? Мне кто-то писал про зомби Александра. И, кстати, где он? Саня! О, что-то здесь есть. Документы. Так, это мы забираем, это мы забираем, это мы забираем, это мы разряжаем, это мы... Так, это мы... Так, это мы берём всё. Разряжаем, чё не надо, выкидываем, чё надо, оставляем, смотрим, что здесь есть. Здесь есть трубачки. Самые интересные. Так, чё бы мне... Блядь, а разрядить вообще ничего, что ли, нельзя? Ну охуенно. Они, блядь, такой ощущение, как будто здесь все стреляют без патронов, просто... Святым духом, блядь, я не знаю. Чё-то меня немножечко смущает тот вопрос, что... Какого хрена? Мне сказали, иди в правое строение от дороги, да? Всё же верно, вроде я запомнил. Там, типа, может быть чувак. Я такой пришёл, в надежде, что он тут и есть. Но здесь ноль. И вообще никого. Абсолютно. И спрашивается, где же что? Кстати, надо же, блядь, прочитать бумажку. Полиэтиленовый файл с документами. Почерк слишком плохой, бумагу размыло временем. Невозможно прочесть. Эту записку следует показать зубу. А! А, так это я, мудак, да? Сука. Я хотел свалить всё на то, что мод кривой. Ну, ладно. Не получится. Это просто я затупил и не прочитал записку. Так бы, если, блядь, не вспомнил про неё, так бы и ходил кругами, как дебил. Ладно. Пошли к зубу. Так, зубчанский. Да иди ты на... Опять пятихартку тебе отдал. Да ты охудел, что ли? Зуб, у меня новости. О, Штырь, нашёл своего сталкера? Рассказывай. Нет, его не нашёл, но нашёл кое-что страшнее. Мёртвую группу диггеров из четырёх человек. На телах нет ранений, просто лежат на полу. Нет ни крови, ни мяса. У одного из сталкеров в руке я нашёл записку. Сам прочесть не смог, так как размыло надписи временем. Интересно, кто же их убил? На, держи. Помню я этих сталкеров. Толковые ребята были. Там, скорее всего, их лагерь был. Они, скорее всего, пытались прорваться за кордон. Знал я этих ребят. Один мне даже артефакт отдал на прощание. Как я понял, про своего сталкера ты так ничего и не узнал. Странно. Слушай, а может разгадаешь эту загадку? Мы должны узнать, хоть кто их убил. Ты всё обыскал? Там по-любому должна быть хоть какая-то улика. Обыщи здание и помни! Секреты кордона! Видимо, ты прав. Раз уж фляпался, расхлёбывай. Тем более, мне и самому интересно, кто же их так. Пойду обыщу здание. Штырь, я тебя как другу прошу. Будь осторожен. А я пока записку расшифрую. Что-то мне подсказывает, что они были связаны с ботаником. Не зря же они ломанулись с кордона. Я понял. Ну что ж, пойду-ка я, пожалуй, обдрущу здание. И, может, глядишь, что найду. Так. Ну, в этом маленьком раздолбанном домике я пока ничего не вижу. А в этом я уже что-то кого-то вижу. Ты чё, бля, обрегданься отхуев. Есть тут кто? Только ты? Да хуй ты отплясываешь, мудак. Александр Рулетов. Здравствуй. Хоть не пистолетов. Что? Сталкер! Ааа! Ахахахахахахаха! Ахахахахаха! Что ты здесь делаешь? Ты хоть понимаешь, во что ты вляпался? Где ребята? Где мои парни? Ааа, понял. Послушай. Тут орудует хозяин дома. Он не... Голос хозяина дома. Ты зачем пришёл? Теперь ты мой сталкер. Чего? Схуярит, я твой. Так, так, так. Саню не трогайте. Мне писали, что Саня должен жить. Саня, живи. Хэштег Саня, живи. О, бля, это же контролик. О чём какой ни к чём это? Мне скажите. А где там все атаки? Ментальная какая-то хуйня. Какой бесполезный долбоёб. В смысле? Кто ты такой? Не, ну я всё ожидал при встрече с контролёром и тушканами. Но чтобы меня сзади сука бандит убил, вот это неожиданно. Я выпалил эту блядину. Я убью её сразу. Ладно, напиздячил я контролику, напиздячил тушканам. Давайте с рулетом поговорим. Как говорится, я с рулетом на балконе. А чё нахуй ты мне нужен-то? Опять к зубу что ли пилить? Видимо да. Ну что ж, я опять у зуба. И я... И у... То есть у этого дома был хозяин. Ты всё же обследовал дом? Какой хозяин дома? Рассказывай. Когда я пришёл к дому, то увидел сталкера, сидящего на коленях. Он, вероятнее всего, боролся у себя в голове с контролем хозяина. Однако не переборол его. Этого диера звали Александр. Фамилия Рулетов. Пистолетов. Когда я попытался с ним заговорить, он сказал, что в доме есть хозяин, и я должен уходить. И потом хозяин наладил со мной контакт через дигера. Хозяин хотел подчинить меня. Хозяином дома был контролёр. Когда я его убил, то появилась аномалия, похожая на ту, что в деревне новичков. Вроде всё. Что там с запиской? Рулет. Самый добрый был. Эх, зона. Забирает хороших парней. Так или иначе, загадка этого дома раскрыта. Что с запиской? Я её просчитал. Слушай, что в ней было. Собираемся за железку. По мнению ботаника, именно в кирпичном доме есть тайна. Наша надежда на уход с кордона в этом доме, говорил ботаник. Чувствую, что там что-то нехорошее. Чёрт, ботаник пропал. Связь с ним пропала. Теперь кто нас будет направлять? Кто нас выведет с этого чёртова места? В доме пахнут керосином и домашними булочками. Вероятно, в этом доме психотропная аномалия. Что-то неладное происходит. Остались ночевать в доме. Вот же... Говно собачье, а мать твою. Кто-то или что-то давит на наш мозг. Одному из наших плохо. Рулет пропал. Но вот и всё. Песенка спета. Я один в сознании. Сталкер, если ты читаешь это, то знай. У этого дома есть хозяин. Он давит мне на мозг. Слушай, я лично спрятал один активатор ботаника на элеваторе. Сам разберёшься, что с ним делать. Он тебе нужен. А мне пора. Береги себя. Погибший диггер. Ну вот и всё. Ну что, пойдёшь искать записку? Конечно. Я почти раскрыл тайну ботаника. Я должен найти его записку. Сейчас от меня зависит ваше спасение, как я понимаю. Да, Штыр, ты прав. Сейчас, по сути, судьба диггеров лежит на твоих плечах. Слушай, найди прибор. Если найдёшь его, то иди сразу к Сидору. Я предупрежу его. Я пошёл. Нужно сходить на элеватор. Меня всё мучает вопрос. Зачем тот сталкер на блокпосту дал мне ликвидатор? Да для чего, для чего. Ты же уже проверил, чтобы аномалии ликвидировать, мудак. Какой-то ты, братан, недогадливый. О какой, кстати, записке шла речь, я так и не понял. Мы вообще речь вели сначала про активатор какой-то, а потом вдруг на записку переключились. Чё за бред, блин. Ладно, короче, погнали к Сидоровичу. Активатор мы нашли, ликвидатор у нас есть, записка у нас есть, всё, что необходимо, у нас есть. Не следует сразу отдавать эту вещь Сидору, кстати. Вот так-то. Ну ладно, пойдём посмотрим. Ну что ж, напилил я до Сидоровича, и у нас появился шанс выбраться с кордона. Я нашёл прибор, изобретённый ботаником. Слушаю. Думаю, что Зуб тебе всё моё приключение объяснил. Вкратце, я нашёл на элеваторе активатор, изобретённый ботаником. Как его использовать, я не ебу в душе. Зуб посоветовал сразу рассказать тебе. Думаю, это наш шанс. Штырь, ты многое сделал. Дай сюда этот активатор. Я разберусь, что с ним делать. А ты иди, отдохни. А... Нет, я сам разберусь, пожалуй. Я знаю, как этой хуйней пользоваться, поэтому... Ты правильно поступил. Не отдав Сидоровичу этот прибор. Слушай, пора нам встретиться. Иди на юго-запад кордона, и перед походом затарься снарягой. Назад пути не будет. Так, а юго-запад оказался просто в обратную сторону от базы. То есть не туда, в сторону основного кордона, а в сторону туда, где ничего не было. И здесь стоит какой-то чел. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Картограф, ёпт. Говорить будем. Не отвали отсюда по-хорошему. Ни хера себе, картограф. Я о нём много слышал, но в этом моде я его ещё не видел. Так это ты, тот незнакомец? Да, это я. Пожалуй, представлюсь. Я картограф, легенда Зоны. Да не пугайся ты. Я не обычный дилер. Я получеловек. И полумутант. Так что не думай, что под этим экзоскелетом человек. Под ним ничего нет. Я выслеживал тебя не просто так. На это была причина. И позвал я тебя не просто так срочно. Выслушаешь. От нас зависит судьба кордона. Звучит, как будто он мне сексом предлагает заняться. Под этим экзоскелетом нет ничего. Я медленно снимаю с тебя экзоскелет. Конечно, но ответь на вопрос, почему я должен тебе верить? Ну, как минимум, потому что это картограф. Если бы ты не был мне нужен, то я бы тебя не выслеживал. Штырь, пойми, мы с тобой одни знаем о кордоне много. Ты открыл тайны кордона, а те дигера нет. Судьба кордона зависит только от нас. Зачем я на кордоне? Я хочу спасти дигеров. Я долго следил за тобой, пока не понял, ты опытный боец. Я давно искал человека, который будет опытный и не испугается прийти ко мне. Ты нужен мне. Так ты будешь меня слушать? Убедель. Значит, слушай. Ботаник не знал так много о кордоне, как думают дигеры. Он лишь знал малую часть. Однако, прочитав все дневники ботаника, я понял. У него были догадки, что хозяин кордона находится под землей. И он разумен, сука. Я после этих догадок долго искал вход в подземелье кордона и нашел. Помнишь дом с хозяином? Рядом с ним есть люк. И вот что я думаю. Хозяин живет там. Готов слушать дальше. Продолжай. Ботаник был не тем, за кого себя выдавал. Он хотел наладить контакт с хозяином. Он считал, что тот разумен. Вот он и отправил тех сталкеров, что лежат в кирпичном доме к этому люку, чтобы открыть переход. Он изобрел активатор переходов и дал его сталкерам. Однако, один сталкер знал, что это добром не кончится. И спрятал прибор. Ты его нашел. Так вот, что я думаю. Нужно наладить контакт с хозяином. А именно, продолжить дело ботаника и спуститься туда. Что думаешь? Так вот оно, че нахуй. Да, бля. Нам терять уже, конечно, особо нечего. Я согласен. И еще. Сидору, думаю, не нужно ничего знать. Отлично. Значит, слушай. Сейчас я создаю для тебя телепорт, а ты берешь активатор. И переносишься к люку в подземелье. У люка переход сам должен появиться. Далее ты спустишься в подземку, а я буду уже там. Не забывай, я полумутант. Хоть ты выебуешься этим. Сидору ничего не говори. Вообще никому не говори. Действовать нужно прямо сейчас. И помни, нужно наладить контакт с хозяином. Не будем ждать! Время не ждет. Вперед к приключениям. Разбежались, значит, сосунки. Когда у тебя, блядь, акцент привел сначала? Пошли. Саня, здравствуй. Но сегодня мы не к тебе. Александр, почему ты еще здесь? Ведь хозяина дома больше нет. Я ждал тебя, Штырь. Ждал, чтобы предупредить. О чем? Штырь, я знаю, что вы с картографом собираешься спуститься в этот люк. Вы думаете, что там хозяин? А нихуя, нихуя там его нет. Спросишь, откуда я знаю? Штырь, когда ты первый раз пришел сюда, меня не было. Так? Так. А потом я появился, Штырь. Я пустышка. Хозяин уже не может управлять мной так, как я вышел из-под контроля одного хозяина. Я уже долгое время сижу, тут и признаков хозяина тут нет. Ни излучения, ничего. Не забывай, что я один из группы диггеров, которых послал ботаник сюда. Ботаник ошибался. Хозяина нет под землей. И вы тоже ошиблись. Че, бля? Штырь, не тупи, заебал. Хозяин где-то здесь, на поверхности. Под землей-то его нет. Короче, скажу честно, после того, как меня отпустил хозяин, я приобрел дар чувствовать психотропное воздействие других существ. Иными словами, я могу чувствовать то, что чувствуют другие мутанты. И я в этом месте не ощущаю ничего подобного. Теперь ты понял? Кажется, да. Я понял. Но если под этим люком ничего нет, тогда где может быть хозяин? Мы должны наладить с ним контакт. И получается, активатор перехода ботаника бесполезен. Я не знаю, где он может быть. Активатор, да. Хуйня. Нет, хуйня. Слушай, Штырь. У меня есть идея. Я могу использовать свой дар и попытаться вычислить участок с наибольшим воздействием излучения. Что думаешь? Мне нужно посоветоваться картографом. Он сейчас придет, вероятнее всего. Нет, нужно спросить мнение картографа. Не, ну как бы... Че? Ты че сделал? Это был наш шанс найти хозяина. Штырь, успокойся. Это была шутка кордуна. Ты, наверное, не знаешь, что это. В двух словах. Этому сталкеру хозяин кордона внушил, чтобы ты поверил его вранью о том, что там нет хозяина. Это не так. Сам подумай. Хозяин будет всячески препятствовать нам, потому что знает, что ему конец. Пока ты мило слушал его, ты мог оказаться мертвым. Ну, он же... Да, 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 он тебя убедил. Это не так. Растись свои мысли. Хозяин там, под нами. Он боится. Одумайся, Штырь. Ладно, тебе картограф, я верю. Он точно там. Перехода нет. По идее, он там и есть. Перехода нет? Ботаник сделал нерабочий активатор, сука. Своими руками. Придется делать телепорт. Не факт, что мы выживем при телепортации. Ну да, или мы скрестимся между собой. Тебе его сложно делать? На создание телепорта тратится моя ментальная энергия, но я попробую. Значит, слушай, я сейчас создаю телепорт под землю, и ты прыгаешь в него. Я буду ждать тебя там. Не исключено, что мы появимся у хозяина. И, возможно, срушись, нахуй. Я готов. Ну что, прыгаем! Опа, нахуй. Че? Опа, нахуй. Ты че? Чувак. Я сейчас не понял. О, картограф тоже здесь. Блядь, убейте там уже бандитам, мне с картографом поговорить надо. Пацаны, ща тебе пизда, чувак. Сколько вас там? Один был, я надеюсь? Ну, вроде бы да. О, блядь! Да охуели, что ли? Где ты, сука? Вот ты где? Все. Больше тебя нет, да? Я надеюсь, что тут больше никого нету. Ну, а то как-то мне неохота хуйней маяться, вместо того, чтобы игру проходить-то уже. Надо поговорить все-таки с картографом по поводу того, какого хера мы вообще здесь, а не под землей. Какого черта мы появились тут? Моя бедная голова. Стоп. Где мы? Мы на северном блокпосте кордона? Ой, блядь, нас ждали. В люке, похоже, был телепорт сюда. Получается, что Александр был прав. Хозяин не под землей. Получается, что ты зря прикончил его. Что мы теперь будем делать? Штырь, послушай, я не знаю, где мы и не знаю, что нам сейчас делать. Возможно... Постой, что это у тебя за спиной? Разбежались, значит, сосудки. Да на этих молокососов смотреть точно. Братцы, я тут! Выручайте! Ты ебнулся! Чего стоишь, сталкер? Интеллект хозяина кордона? Вот это вот чмо ебаная! Здравствуй, Штырь. Что ты такое, блядь? Здравствуй, Штырь. Так это ты и есть тот самый Диггер, который раскрыл тайны кордона. Это вы с картографом собирались наладить со мной контакт, да? Ладно, представлюсь. Я интеллект хозяина кордона или просто хозяин? Не пугайся, Штырь. Уйти ты не сможешь. Да-да, перед тобой стоит сам хозяин кордона в оболочке. У тебя были вопросы? Задавай их пока можешь. Хе-хе-хе-хе-хе. Охуеть не встать! У меня накопилось множество вопросов, однако задам всего несколько. Во-первых, зомбирование половины населения кордона – это твое дело. Ты, несчастная букашка, говоришь с хозяином на «ты». Я ща дам тебе пизды. Смелый поступок. Я отвечу на твой вопрос. Да, но только половина дела. Зомбировал-то всех не я. Всевысший хозяин и сверхмощный выброс. А контроль над зомби уже был за мной. Да, именно из-за меня на кордоне столько агрессивных зомби. Загадки кордона образовались сами собой после выброса. Задавай еще вопросы. Это из-за вас, о, всевысший, блядь, хозяин! Кордон превратился в пр-пузырь. Так, подождите, сейчас я сохранюсь, я хочу его ебнуть. Постой, сталкер! Кстати, все. Интеллект хозяина кордона 84 рубля. Все, мы прошли игру! Нет? Ну, видимо, я... Зря я это сделал. Не так много вопросов, букашка! Да, на кордоне переходов не стало из-за меня. Пиздишь, есть они. Я должен держать подчиненных в клетке, или они сбегут. Ты особенный, Штырь. За все это время я не смог предподчинить тебя. Потому мы сейчас и ведем беседу. Это пока. Почему ты делаешь жизнь сталкером на блокпосте Адам? И почему ты не под землей? И еще, из-за чего погиб ботаник? Ставим нашу пиццу на два часа в духовку и смело несем угощать соседей. Почему я делаю им жизнь, Адам? Все, кто не подчинен, должны страдать. Это закон кордона. Я жил под землей до того, как вы с картографом начали догадываться о моем дологове. Ботаник сыграл важную роль. Он погиб не в деревне, как вы все думали. Его убил лично я. Он многое знал. Но за его тайниками я не уследил. Хватит вопросов. Теперь я задам вам с картографом вопрос, от которого будет зависеть ваша жизнь. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу. Так, точно, капитан! Да. Отлично. Мой вопрос держит вас на волоске от смерти. Штырь картоидов. Вы самые достойные диггеры на кордоне. Вы способны на многое. Такие в клетке не нужны. Я предлагаю вам присоединиться к нам. К хозяевам кордона. Да-да, я не один. Если вы отвергнете предложение, то хозяева обрушат на вас свой гнев. Вы можете посоветоваться между собой. Я жду. Мы все ждем. Я и я совещаться. А ты пиздуй и дерись с бандитами. Потому что... Потому что... Картограф, у нас проблемы. Я слышал ваш диалог. И что думаешь по этому поводу? Брат, я не хочу стать одним из этих тварей. Что ты думаешь? Я и так не человек, но хочу спасти диггеров. Оно сказало, что мы погибнем, если откажемся. Что же делать? Я думаю, если мы уничтожим эту тварь, то клетка спадет с кордона. И мы сможем выбраться. Но оно сказало, что хозяев на кордоне несколько. И вероятнее всего они убьют нас на месте. Штырь, ты сам подумаешь, чего нам терять, а? Нам же теперь все равно. Назад мы вряд ли вернемся. Лучше уж погибнуть здесь. А вдруг получится. Вдруг мы уничтожим хозяев. У меня предчувствие, что за нами следят. Нет, не хозяева. Мы должны уничтожить этих мразей. Да пусть там поможет чудо. Ты прав, я подготовлюсь. Береги себя и прикрой меня. Хорошо, брат, я пошел. Вот и последний рывок. Пора освободить кордон от влияния хозяина. Ну че, хозяин. Тоби пизда, текай с города-то. Мы выбрали решение. Надеемся, оно верное. Озвучи его. Озвучи его, бля. Сегодня тот день, когда мы освободим диггеров. Освободим кордон. Тебе конец. Узри вочь хозяев кордона. Помри ты, наверное. Разбежали. Опа, это че? Че за нахуй? Я ухожу. Меня здесь быть не должно. Я съебался. Ты кто? Ты свой. А, ты свой? О, бля. Монолит. О, бля. Ой, бля, 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 бля. Тихо, 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 не убивайте меня. Я жить хочу. Я сегодня что-то не собирался помирать особо-то. Бали в меня. Бля, убили крановщика или как его там? Картограф. Убили, суки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Убили картографа. Убили, бля, суки, убили. И меня чуть не убили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блядь, ни за что, ни про что, суки, замочили. Фух. Так, ну, интеллект хозяина кардона тоже сдох. Но при этом сдох и картограф. И что делать? Как быть? Что же делать, как же быть? Надо переигрывать. Короче, 15 раз пробовал, не получилось. Не получилось у меня спасти картографа. Возможно, так и надо было бы, чтобы он помер. Не знаю. Может, и не надо, конечно, такого было допускать. Но не получилось у меня его спасти. Ни в какую. Он умирает за 3 секунды. Опаньки. Это ж Леха. Леха! Да заеб шастать. Может, поговорим? Так, блядь, от кого ты тут бегаешь-то, а? Леха! Паранойк, ебаный, остановись! Остановись, говорю! Да ебал. Молодец. Скауты. Да, Штырь. Они самые, помнишь меня? Но, как вы узнали, что мы здесь? За вами велась слежка. Сталкер по кличке Авоська следил за вами с самого твоего отхода с базы. Сидор сомневался в твоем решении забрать активатор. И он предполагал, что вас могут убить. Поэтому и послал нас за вами. И, как видишь, мы вовремя. Появились мы минуты позже, так вас бы размазали по стене. Ты видел хозяина? Я говорил с ним, и оно предложило нам присоединиться к хозяевам, но мы отказались. Мы подумали, что уничтожим хозяина, но когда я ответил, что мы уничтожим его, он самоуничтожился. Но появились странные люди, с которыми вы воевали. Кстати, где картограф? А, ну так и надо было, да, чтобы он помер. Грустно, конечно. Но что поделать. Хотя он, скорее всего, не помер. Он исчез из своего экзоскелета, и там просто экзав, наверное, валяется. Он же дух, ёпт. Картограф? Как бы тебе сказать? Он мёртв. Слуги хозяев его убили. Земля ему пухом. Хозяин уничтожен? Так это значит, что клетка с кордона должна в ближайшее время спасть. Штырь! Это победа! Вы с картографом уничтожили хозяина кордона. Диггеры теперь смогут попытаться выбраться с кордона. Вы спасли жизни многих диггеров кордона. Спасибо вам. Что дальше собираешься делать штырь? Кордона. Нельзя одно слово повторять в каждом предложении, бля. Клетка с кордона. Хозяин кордона. Вы спасли жизнь диггеров кордона. Им могут они выбраться с кордона. И ты, бля, Лёша, обожрался картона. А я вернусь к своей первоначальной цели. А именно пойду на болота. Штырь, ты можешь уйти искать новые территории с нами. Пойдем, нам нужны опытные бойцы, как ты. Ты нам нужен. Берегите себя и своих близких. А я пойду искать переход на болото. Удачи тебе и спасибо. Картографу спасибо. Рус Микс Тим. Глава проекта. Кирилл Микс Тост Евтушенко. Текстурщик. Игорь Челл Рус Павлов. Ну, собственно, читать мы это все не будем. Вы можете это прочитать сами. А я скажу, что мод был косячный, кривенький. Но по сюжету не очень-то и плохой. Вполне себе неплохо, играбельно. За сюжетом интересно следить. Есть идея, есть развитие. Есть вообще суть какая-то. В отличие от многих даже разных модов. Да, исполнение корявенькое, но не будем докапываться. Мне мод понравился. Остались некоторые плохие впечатления, но их все-таки меньше. Больше все-таки добра и позитива, как говорится. И, собственно, я предлагаю заканчивать. Мы прошли мод. Последняя надежда для сталкер Тянь Чернобыля. С вами был я, Женек. Подписывайтесь, комментий, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok